Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии понедельника. После выходных мы снова на финансовых площадках и продолжаем разбирать ключевые фундаментальные события, которые оказывают самое прямое влияние на динамику финансовых активов. Очень надеюсь, что выходные прошли хорошо, что настроение у вас соответствующее, потому что оно должно быть хорошим, если вы занимаетесь трейдингом, потому что тот подход, который в том числе на уровне эмоций закладывается в торговлю, очень сильно влияет на результат. Друзья, вместе со мной давайте продолжать отслеживать тенденции, которые сейчас очень хорошо, но складываются именно так, как нам нужно. Мы видим сохраняющуюся тенденцию слабости рисковых инструментов, и я думаю, что она будет продолжена и дальше. Сегодня в 16.30 по московскому времени состоится вебинар «Правильный понедельник», где мы еще раз крупными мазками разберем события недели минувшей, посмотрим также на важнейшие релизы текущей недели. Поэтому, если у вас есть возможность присутствовать в прямом эфире, я буду благодарен и я советую, в принципе, ну как минимум, хотя бы раз в неделю обращать внимание на фундамент, если для вас это не пустой звук. Давайте по основным инструментам, что у нас складывается на данный момент. В понедельник мы начинаем с уровня 54.42 по бренду, это ниже 55, то есть фактически мы с вами были уверенными в том, что нисходящая тенденция на рынке черного золота, она сохранится, потому что ситуацию в отношении нефти, так же, наверное, как и в отношении прочих рисковых инструментов, может исправить только общий всплеск оптимизма, улучшение рыночных настроений. Но сейчас этого не происходит, потому что мы по-прежнему говорим о угрозе эпидемии вируса, коронавируса, его негативном влиянии на мировую экономику и на спрос на сырьевые товары. Статистика, которой мы возвращаемся каждый день, и я думаю, что продолжим это делать, пока эпидемия не пойдет на спад. Количество зараженных 40,5 тысяч, количество летальных исходов уже стремится к 1910 на данный момент, хотя что-то подсказывает мне, что реальные цифры, наверное, еще хуже. В отношении нефти, как только на прошлой неделе появилась информация со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения, что вакцины не предвидятся в ближайшие дни, на рынок тут же вернулись страхи за то, что все-таки глобальный спад мировой экономики будет значительным и существенным, и будущее мировой экономики сейчас нужно отслеживать в том, что происходит в Китае. Здесь, друзья, конечно же, статистика удручающая. В рамках всего этого месяца и следующего мы будем получать данные, как раз январь, анализировать их и разбирать негативный эффект. Напоминаю, друзья, Китай – это ведущий развивающийся рынок, это одна из ведущих экономик мира, это 15% мирового ВВП. Если соотнести вообще Китай с нефтянкой, вы должны понимать, что Китай – это ключевой потребитель углеводородов, спрос на нефть со стороны Китая – это 15 миллионов баррелей в сутки, и на текущий момент из-за распространения вирусной инфекции спрос снизился больше, чем на 3 миллиона в сутки. Поэтому лично у меня нет вопросов, когда у нас появляются сигналы о том, что китайская экономика будет замедляться. Прогнозы сейчас разные, вплоть до снижения на 3,5% в рамках первого квартала. И вот последний прогноз СНП – то, что китайская экономика в лучшем случае, даже если сейчас ситуация вокруг вируса пойдет на спад негативная, пик вспышки вируса минует, все равно закроет этот год ниже 5%. И я полагаюсь на эти цифры, я абсолютно уверен, что именно такие показатели и будут. Но 6% мы уж точно не увидим в рамках 2020 года. Видя именно долю Китая в общем глобальном потреблении нефтянки, понятное дело, что вирус окажет разрушительное воздействие на нее, уже это сделал нефть по этой причине, снижается. Большие надежды на заседание ОПЕК, встреча технического комитета уже состоялась. Были рекомендации снизить добычу на 600 тысяч, но, разумеется, официальное решение и фактические решения со ссылкой на эти рекомендации, с опорой на эти рекомендации будут приниматься уже на уровне министерств, когда пройдет встреча. Друзья, я не знаю, была информация, что в середине этого месяца, но вот сегодня посмотрел официальные данные, значится все-таки на начало марта, 5-6 марта. Если нефтедобычу снизить на 600 тысяч, это даст какую-то разгрузку на рынку нефти, то есть позволит ему восстановиться. Если снижение будет меньше, то нефтянка продолжит оснижаться. До 5-6 марта, если мы будем ориентироваться именно на эту дату, как заседание, времени еще очень много, поэтому нефть сможет переписать многомесячный минимум. Вот на это я и предлагаю сейчас сделать ставку. Ну и по остальным инструментам, скажем, экспрессом. Евро против доллара снижается 1.0954. Мы протестировали поддержку 1.10, достигли 4-месячного минимума на фоне данных по промышленному производству. Логичный спад, друзья, дальше будет только хуже. В пятницу выйдут темпы экономического роста ВВП еврозоны. Я думаю, что показатель может быть даже ниже 1%. То есть все плохо, предсказуемое снижение и плюс еще давление на евро вследствие защитных свойств доллара. Снижаемся и дальше. Фунт против доллара чуть-чуть мы не добили до цели 1.2850, но, как говорится, еще не вечер. Впереди данные по промышленному производству, темпам экономического восстановления, а также мы продолжаем следить за ходом переговоров между ЕС и Англией относительно условий торговой сделки. На прошлой неделе из-за потенциального пересмотра условий МИФИТ-2 стало очевидно, что ЕС будет торговаться до последнего, наверное, как и Джонсон. Много будет негатива, ждем снижения. Доллар иена 109.78. Выход данных по рынку труда. Non-farm perils в пятницу. Сильный отчет 225 тысяч новых рабочих мест. Уровень безработицы хоть и вырос, друзья, но, честно говоря, произошло это за счет увеличения доли экономически активного населения. Средняя годовая зарплата также прибавила 3,1% с 3%. Такая статистика снижает вероятность новых стимулов со стороны Федрезерва, поэтому у американца очень хорошие шансы сейчас восстанавливаться. Но против иены, то есть в паре доллар-иены, это восстановление не так очевидно, потому что все будет зависеть от новостного фона вокруг распространения коронавирусной инфекции. Если появится негатив, то пара будет снижаться. Друзья, если не открывали сделки, советую не лезть в эту валютную пару и дальше. Австралийц против доллара 0,6701. Вышел я из этой сделки. Мы протестировали, друзья, на прошлой неделе в пятницу 10-летний минимум. Только вдумайтесь в такие исторические параллельные сводки. Австралийц снижался предсказуемо на фоне сигналов неизбежного снижения процентной ставки как следствия неопределенности из-за вируса и последствия лесных пожаров. Будут держать вас в курсе того, как события будут развиваться дальше, но я, как уже отметил, вышел из этой валютной пары. И доллар-канадец 1,3290 в пятницу рынок труда не разочаровал. В принципе, 5,3% с 5,5% с 5,6% снижения уровня безработицы. Но, друзья, на фоне снижения цен на нефть статистика не сможет совладать с давлением именно энергетического сектора. Поэтому длинные позиции остаются в приоритете. И я жду возвращения пары к отметке 1,34. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.